Миллионы лет на нашей планете жили разные существа. Странные, удивительные, огромные и ужасающие. Их время давно прошло, но отголоски прошлого человек продолжает находить и сегодня. Палеонтологи изучают найденные окаменелости древних существ, благодаря чему мы можем отправиться в прошлое и узнать, что было задолго до нас. Какие монстры ходили по суше, а какие плавали в океане? Предатор Икс – самый опасный хищник в истории. Гигантский монстр юрского периода. Окажись он прямо сейчас в нашем времени, и без того опасное место, как океан, станет опасным не только для нас. В наше время нет никого, кто бы мог ему помешать занять ступень высшего хищника. Многие ученые считают, что Предатор Икс является самым сильным подводным хищником в истории нашей планеты. Научное название – Плеозавр Функи. Предатор Икс был гигантским плеозавром и имел размеры около 13 метров. Его череп в полтора раза больше черепа тираннозавра. Острые зубы в длину 30 сантиметров и невероятная сила укуса помогали ему расправляться с жертвой с огромной скоростью. Плеозавр был быстр не только в убийстве, но и в своих движениях. Несмотря на то, что он являлся обладателем крупных размеров, это не мешало ему быстро плавать и маневрировать. В ходе изучения останков было выяснено, что Предатор имел 4 плавника, которые помогали ему лучше маневрировать в воде. Тем самым не оставляя шансов своей добычи. Жил он приблизительно 150 миллионов лет назад и держал в страхе весь океан. Плезиозавр Длина этого динозавра начиналась от 10 метров и по разным данным могла достигать 15, а то и 20 метров. Начал свое существование он предположительно 220 миллионов лет назад и жил в одном временном промежутке с Плеозавром Икс. Обладая такими огромными размерами, он питался рыбой и моллюсками. Возможно, в рацион входили акулы и другие плезиозавры. Хоть он и был крупнее Предатора, конкуренции составить ему не мог. Его длинная шея и не очень больших размеров голова проигрывали Предатору Икс. И с появлением такого опасного хищника он стал отличной добычей для монстра посильнее. Базилозавр Род древних китов, живших 45 миллионов лет назад. Впервые длина этого древнего кита оценивалась в невероятные 45 метров. Позднее данные о размерах сократились в два раза. Благодаря современным исследованиям, ученые и палеонтологи предположили длину 20 метров. Вероятно, он являлся самым большим хищником своего времени. Базилозавры охотились на крупных жертв, включая и других китов. Их тело было значительно более вытянутое и суженное, чем у любой разновидности современных китов. Плавал базилозавр, изгибаясь подобно угрю. Странной особенностью является наличие задних ног, длиной примерно 60 сантиметров. На общем фоне гигантского туловища эти ноги казались очень маленькими. Использовать их для передвижения, имея такое огромное тело, он не мог. Они находились в статичном положении и, скорее всего, использовались при спаривании. Судя по содержимому желудков, базилозавры питались преимущественно крупной рыбой и даже акулами. В истории нашей планеты был еще один крупный кит. Его длина начиналась от 13 метров и заканчивалась на 18. Мелвилов левиафан. Жил 8 миллионов лет назад. Трехметровый череп с зубами был обнаружен в ноябре 2008 года. Он обладал самыми крупными зубами среди всех китов, а возможно и среди всех позвоночных. Если не брать во внимание хоботных млекопитающих, длина верхних зубов достигает 36 сантиметров. Своё название кит получил в честь библейского морского чудовища – левиафана. Имея такие большие размеры, вероятно, он питался крупными млекопитающими и крупной рыбой. Мазазавр. Еще один сильнейший хищник своего времени. В течение последних 20 миллионов лет мелового периода, мазазавры вытеснили всех своих конкурентов в лице крупных ламнообразных акул и последних плеозавров. И стали доминирующими морскими хищниками своего времени. Мазазавр Гоффмана является самым крупным представителем своего семейства. Он вырастал до 17 метров и убивал всех на своем пути. Единственным конкурентом мог быть только другой мазазавр. Среди них часто встречался каннибализм. Они убивали себе подобных и поедали. Челюсть мазазавра была устроена так, чтобы хищник с легкостью мог отрывать части тела своей добычи и дробить кости. Мазазавр находился на верхушке пищевой цепи. И в воде ему не было равное. К сожалению или к счастью для нас, времена страшных монстров давно прошли. Гиганты на Земле остались, но вряд ли их можно назвать монстрами. За такое относительно недолгое пребывание человека на Земле мы успели взобраться на верхнюю ступень. Говорит ли это о том, что мы главные монстры нашего времени? Сможет ли человек, как плезиозавр, существовать миллионы лет? Или мы погубим все намного раньше? Я не знаю, а как вы думаете? Пишите об этом в комментариях. Если хочешь поддержать наш канал, с тебя потребуется всего два щелчка мышкой по кнопке лайка и подписки на канал. Помоги нам набрать 100 тысяч подписчиков.